Проблемы развития туризма на примере знаменитого селения призрака Гамсутли обсудили вчера в столице Дагестана. Выходцы из этого аула в рамках встречи обозначили, что хотят вернуться в родовое место. Причиной их переселения в ЧОХ послужили транспортные сложности. Также они подчеркнули, что организация должна быть исключительно в рамках закона. Сейчас гамсутлинцы хотят развивать в селе призраки туризм. Руководитель Гунипского района Расул Гусейнов отреагировал на все предложения и просьбы гамсутлинцев, а также выразил свое мнение. У меня задачи не было закрыть сезон туризма. Приезжают люди пожилые, не могут подниматься, да, они хотят подниматься, без определенной услуги, но они должны соответствовать. Мы это тоже будем делать, чтобы они соответствуются машине, чтобы возили по 8 человек, по 7, а не по 15. И как уже в Англандии и в Акистане в пару случаях были, что все равно садились. Это же тоже делают, не позволение кого-то, кто-то там залезает, водители позволяют. В районе мы будем делать, мы уже начали. Если такой водитель себе позволит более сильнейшим посадить туда, мы его лицензию отберем, и он будет ходить пешком. Руководитель Гунипского района Расул Гусейнов отреагировал на все их предложения и просьбы, а также отметил регулярную проводимость приема граждан. Также на встрече был затронут вопрос о создании новой территории под село. Сейчас приводится в порядок дорога и узаконивается транспортная деятельность на подъезде к Гамсутлю. Руководитель Министерства туризма региона Эмин Мирданов затронул вопрос популярности аула среди гостей республики, отметив государственные органы и СМИ. Он предложил Гамсутлинцам варианты развития села. Есть три варианта развития этой истории. Это либо создается, формируется земельный участок, создается там музей под открытым небом. Третий вариант – это реализация в рамках 94-го регионального закона масштабного инвестиционного проекта. Привлекаются инвесторы. Давайте мы поступим так. Это мое предложение, если мы с ним согласны все, давайте на этом остановимся. В соответствии с 94-го регионального закона вы имеете право собрать пакет документов необходимый с вашим предложением о реализации масштабного инвестиционного проекта на этой территории и направить его в правительство, в Министерство имущества. Я предлагаю до того, как направить Министерство имущества, вот аналогичным мероприятием определить, какой из проектов является лучшим. Своё мнение по данной теме также выразили представители Министерства юстиции региона, имущества, транспорта и другие члены встречи. По итогам круглого стола все обсуждения и предложения будут направлены к руководству Дагестана.